Добрый день, уважаемые друзья-майнеры! Сегодня 1 июня 2018 года. Great day! Российская сборная прошла в четвертьфинал и на этой позитивной ноте мы представляем вам новую линейку наших установок на 8.24 и здесь у нас не поместилось на 36 асиков, заточенных специально под разгон. Если вы помните наше очень старое видео от по-моему 9 октября, там мы кинули клич, если есть продвинутые айтишники с интересными идеями, пожалуйста, обращайтесь, поработаем вместе, мы обязательно это сделаем. Начнем с маленькой установки. Так как за повышением хешрейта неизменно растет потребление электроэнергии, причем не линейно, а экспоненциально, это потребовало неких изменений в щитке прежде всего. Ну и немножко гидравлику мы поменяли. Вот теперь эта установка рассчитана на 26 киловатт по тепловой мощности. В данный момент примерно она потребляет 20 киловатт, потому что если вы обратите внимание, здесь стоят мощные блоки питания, выдают по 2,6-2,7 киловатта примерно. Мы покажем чуть позже хешрейт этих асиков, асики S9. Сейчас мы рекомендуем подключать кабелем 10 квадратов, минимально допустимые 6, но это вот прямо на пределе, лучше 10. Это установка на 24 асика, все то же самое. Тепловая мощность повышена до 66 киловатт, то есть теперь это подключается кабелем минимум 35 квадратов, либо 2 по 16, можно 3 по 10. Ну в общем, кто как скреативит. Добавилась вот эта полочка, очень удобная она переставляется для обслуживания асиков и защищает моторный отсек от пыли. Ну собственно в остальном все осталось то же самое, но самое главное отличие, мы уменьшили объем самой ванны, изменили немножко гидравлику, за счет этого меньшее количество теплоносителя требуется. И самая приятная новость, из-за этого мы понизили цену, причем достаточно заметно, посмотрите на сайте. Итак, установки заточены под разгон до примерно 2,7 киловатта на 1 асик, это в расчетах заложено. Прошивку можете взять на нашем сайте, она позволяет гнать асик до 20 терахешей, и даже если вам повезет чуть больше, повезет в том смысле, что у каждого асика немножко свои характеристики, это связано с тем, что чипы не получаются на производстве одинаковыми, их характеристики тоже отличаются, поэтому как бы вот, но 19 терахешей мы вам гарантируем, 19 и выше. Да, мы вручную доводим каждый асик до кондиции выше 20 терахешей, но это уже как бы вот наша такая вот отдельная работа с каждым, индивидуальная. Если вы просто берете прошивку, 19 и выше у вас должно получиться в базе. В связи с разгоном асиков поднялось потребление электроэнергии, соответственно мы подняли верхний порог температуры теплоносителя, и это повлекло за собой повышение температуры воды второго контура. То есть если раньше температура на выходе из теплообменника была около 40 градусов и можно было этой водой обогреть разве что теплый пол, то сейчас мы можем поднять до 60 градусов и даже выше, и таким образом использовать установку как котел для обогрева помещений и для водоразбора, для бойлера, например. То есть как бы применение наших установок расширилось не только для майнинга, но и для обогрева помещений. Входящая вода, собственно, практически требования не изменились. Мы предполагаем, что вы будете использовать сетевую воду, которая имеет примерно 10 градусов, но в расчетах мы закладывали 20 градусов на входе. То есть вот максимальный порог 20 градусов. Если выше, то, конечно, эти параметры возможно будет трудно достичь. Но на заказ мы можем поставить более мощные теплообменники, и даже если вода будет 25 и 30 градусов, мы все равно сможем снять то количество тепла, которое нужно при разгоне асиков. Значит, нам очень непросто далась эта прошивка. Куча времени ушла на эксперименты. Дело в том, что Bitman закладывает алгоритм управления чипами таким образом, они объединены в цепочке, и если у вас один чип проседает, то есть не держит частоту или вольтаж, то и вся цепочка снижает хешрейт. Поэтому мы сделали прошивку, в которой мы настраиваем отдельно каждый чип. И еще очень важный момент. Если наши фи, а мы заложили 1,8 процента на разработчиков, останавливает майнинг, то вам приходится опять набирать статистику, то есть как бы вот с низов поднимать. А в нашем случае это делается параллельно, то есть майнинг на наш пул происходит параллельно, при этом вы не нарушаете свою статистику на пуле. Это тоже очень важно для того, чтобы не терять в конечном итоге деньги. Одним из плюсов нашей прошивки является то, что вам не нужны больше эмуляторы, так называемые обманки. Это все уже зашито в программу. И вообще со временем мы будем зашивать все больше и больше опций. Дайте срок, что называется. Значит, еще раз обращаю внимание, что прошивка работает в условиях иммерсионки исключительно. На воздухе у вас асик работать не будет с этой прошивкой. Сделано это просто потому, что многие энтузиасты разгоняют асики в соответствии своим разумением и полученным образованием не всегда удачно. То есть сначала мало-мало, а потом сразу все накрывается и получается слишком много. Мало. Много. Значит, по поводу блок питания. Есть оригинальные битмейновские блоки 1,6 кВт. Сколько реально они потребляют, выдают, мы не знаем. Написать можно все, что угодно. Реальное КПД тоже китайцы могут завышать, занижать и так далее. Скорее завышать. Значит, мы эмпирическим путем измеряем Wi-Fi розетками, другими способами получаем примерно следующие результаты. Значит, оригинальный битмейновский блок потребляет до 1,9 кВт в эмерсенке. При этом мы разгоняем асик до 16-16,5 тэра хэш. Это вот тот результат, который достижим на оригинальном блоке. Вот, пожалуйста, вы можете посмотреть. Здесь у нас обновляется вебка 16,785. Ну, 16,8 грубо. Это лучший асик, который мы выбрали. Другие имеют чуть хуже результаты, но примерно 16-16,5 тэра хэшей. Переходим на следующий уровень. Это 51 асик и муравей. 1,8 кВт они заявлены, позиционируют себя. У нас, по факту, в эмерсенке до 2,1 кВт они потребляют. И разгоняем мы наши асики до 17 тэра хэш. Вот переходим на вебку 2, смотрим 17 и 1. Опять же, я хочу сказать, что каждый отдельно взятый асик – это не показатель. То есть, они немножко, результаты могут гулять в ту или другую сторону, а в основном вниз, потому что мы показываем, конечно, лучшее. Дальше идут серверные блоки, условно до 2 кВт заявленного мощности. Мы попробовали много разных. Примерные результаты следующие. Потребляют до 2,4 кВт и позволяют разгонять асик до 18 тэра хэшей. Вот смотрим вебку 3, это вот как раз такой блок. Ну, здесь у нас он 8,483, ну, в общем, 18,5 примерно тэра хэшей выдают. И гвоздь, так сказать, программы сегодняшней, это блоки IBM. Вот они. Обратите внимание, какие здесь провода. Позиционируются они как блоки на 2,5 кВт. На самом деле, выдают и больше у нас в иммерсионке 2,6, 2,7. Неплохие, очень неплохие деловские блоки. Вот он просто у нас измазан в блюмиде. Ну и по соотношению цена-качество блоки 51 асик. Наши партнеры заказывают их напрямую у китайцев. Тоже выдают очень неплохие результаты. И вот они перед вами. Значит, 20 и 236 тэра хэшей. Это за 5 суток. Вообще, уже несколько месяцев все это тестируется в разных вариантах. Поэтому мы вам не показываем за один месяц, да и постоянные перестановки. Просто поверьте на слово, 20,5 достижимый результат. А большие задачи мы, собственно, и не ставим пока. Значит, вот этот вот асик, значит, вот сейчас он показывает 20,2 тэра хэша. А потребление у него, наша розетка, показывает 2,529 ватта. Вот эта категория блоков позволяет гнать асики до 20 и более тэра хэшей. Еще раз заостряю внимание, что не все асики могут разогнаться до 20 тэра хэшей. Разные чипы, разные бачи и так далее. Но практически гарантированно эти блоки позволяют разогнать асик до 19,5 тэра хэшей. Вот, посмотрите, у нас стоит в установке несколько таких асиков с такими блоками. Вот, кроме нашего лидера 22, есть другие. 19,5, 19,4, 19,7, 19,5. Ну, вот как-то так.